Сумм 2м, переводчик. Вот стоит Алексей Беленкин, стоит в пикете одиночном. Мы в одиночном пикете стоим по очереди больше месяца. И основное требование это обмен всех на всех, то есть всех заключенных в российских тюрьмах, на заключенных, соответственно, российских в украинских тюрьмах. Украинская сторона подготовила список, там пока 23 человека, ну там у нас есть плакаты с ними тоже, кто подал заявление об обмене. Вот тоже стоит Алексей Беленкин, так называемый список Сенцова, это те, кого украинская сторона просит отдать. И это петиция Александра Рякубратского, вот он, собственно, только что отошел, автор этой петиции. Это именно петиция об обмене всех на всех, она адресована не представителям власти, а гражданам России, давайте мы воспользуемся. Ситуация, это было требование Сенцова, да, мы поддержим это требование, освобождение украинских заключенных, потому что и требование освободить российских заключенных, совершить этот обмен, в том числе, как и шаг к миру. А вы знаете, что в списке Сенцова есть член международной террористической группировки Хизбут-Тахрир? Вы знаете, я про Хизбут-Тахрир говорить не буду, потому что я не, как называется, не владею информацией, да, разговор о международных террористических группировках, это вещь чрезвычайно деликатная. Тут, если вы сами, как журналисты, хотите в этом разобраться, вам нужно смотреть, в каких странах она признана террористической, на основании чего, да, не террористической, а экстремистской. Потому что, насколько я знаю, терактов, да, они не исчислили, это ведь разные вещи, экстремизм и терроризм. Терроризм это совершенно конкретное кровавое дело, экстремизмом зачастую государство признает те точки зрения, которые, кажется, ей слишком, кажется, слишком далекими. Даже как и в религии, да, какая-то религия признается экстремистской, при том, что она не террористична, то есть не призывает к насильственному свержению или к совершению терактов, а потому что, ну, как бы, мы не можем вместить в нашу религиозную картину. Поэтому я не готова там говорить. А вы слышали о подготовке террористической акции в Синтерополе? Мы все с вами много о чем слышали. Значит, у меня есть по этому поводу две позиции. Первая? Это сугубо личная, поэтому она вот настолько личная, что даже, как бы, можешь сказать, что я ее не говорила, да, потому что это лично для меня. Я не верю в то, что Синцов готовил террористический акт. Но это абсолютно мое личное, поскольку я не юрист, и поскольку меня никто не ознакомливал, как догадываетесь, с его судебным делом. Доказательно, это вопрос моей личной веры и неверии, да. А что касается моей общественной, да, по истории, я слушаю, знаете, вот в ситуации, когда в российских тюрьмах находится достаточное количество украинцев, обвиняемых в подготовке к теракту, в шпионаже в пользу Украины и так далее. То есть, собственно говоря, людей, которые враждебны нашему государству, а в украинских тюрьмах находятся люди с точно такими же обвинениями, российские граждане. То, по-моему, самое правильное сказать, давайте мы вашего, того, кого вы считаете героем, а мы террористом, поменяем на того, кого вы называете террористом или сепаратистом, а мы называем нашим героем. Вы, грубо говоря, хотите из украинских тюрьм наших людей выпустить, правильно? Я хочу из наших тюрьм отпустить их людей и из их тюрьм выпустить граждан России. Потому что фактически, так или иначе, в ограниченном масштабе происходит война, происходит серьезный политический кризис, в котором часть украинских граждан сказали, что они хотят быть гражданами России. Часть людей, оказавшихся в Крыму и тем самым граждан России, хотят остаться гражданами Украины. Вот в этой ситуации фактически это военнопленные, даже если они не брали в руки оружие. И как всегда в любых конфликтах, что нужно делать? Обязательно обменять людей. Скажите, а почему именно Николай Сванидзе и именно Выкаридзе? Я не знаю, будет ли это Николай Сванидзе, я надеюсь, что это будет Николай Сванидзе. Может, это будет не он. Будем звонить, будем звонить, поэтому телефон приемный. Кто выйдет, тот и выйдет. Кто выйдет, тот и выйдет. Спасибо большое. Ваши руки музыканты, вам их нельзя за заморозить. Нет, нет, все хорошо, спасибо большое. Алексей. Алексей, вы здесь находите с флакатом, зачем вы хотите какие-то требования? Мы хотим, чтобы Олег Сенцов не умер. Мы хотим, чтобы Балух, который тоже голодает, не погиб. Мы хотим, чтобы невиновные люди были выпущены из тюрем. А только человек, который не вникал в дело и вообще ничего не хочет знать, может считать, что Сенцов террорист. Просто люди стараются об этом не знать. Он не террорист. Все его дело – это просто бред. Но вот в его деле есть такая пункта подготовки террористов за российский актер Сенцов-Рога. Вот об этом что можете сказать? Я знаю, что любой человек, который хочет разобраться в этом деле, без всяких проблем может прочесть протоколы суда. Даже если он не доверяет каким-то фильмам, каким-то оценкам. Просто протоколы суда. Все это есть в интернете. Прочитайте и сделайте выводы. Речь в этом деле идет о нескольких хулиганских действиях, в результате которых никто не пострадал. И, судя по действиям, никого и не собирались. Те, кто это делал, никого и не пытались. Они кидали какую-то бутылку с зажигательной смесью в пустующее здание. Там в одном месте обгорела дверь, в другом месте что-то там окно подгорело. Еще был какой-то памятник Ленина. Я подробностей не помню. Я просто верю, что он не виновен. И я не юрист. Я прочитал, пообщался с людьми, почитал его тексты. Из всего этого я ему поверил. Я верю, что он не виновен. Я кучу людей знаю, которые понятия не имеют. Ничего про его дело не знают. И мне им остается только сказать, что Сенцов не виновен. Если вы не верите мне, то разберитесь в этом сами. Такой вопрос. Смотрите, в списке Сенцова есть члены, так как говорят, международной террористической организации «Хизбуд Тахир Аль-Ислами». Вот тем самым вы не реабилитируете террористов? Дело в том, что мы вообще-то здесь стоим за обмен. Обмен людей, которые на волне аннексии Крыма и войны на Донбассе были посажены здесь. И людей, которые были на волне вот этой всей истории, были посажены на Украине. С оценкой всех вот этих людей, самого списка Сенцова, там есть некоторые вопросы. Так же, как и есть вопросы к тем людям, которых арестовали на Украине. Не ко всем. Я в подробности, как бы, сам в подробности не входил. Речь идет, насколько я понимаю, ни о чем-то, ни о каких-то страшных вещах. Это список Сенцова. Вот сами, как бы, сами, вот есть мемориал общества. У них есть список, так называемый, политзаключенных. Они долго обсуждают и решают вопрос, кого сделать политзаключенным, кого не назвать. Вот общество Мемориал этим занимается. Вот. Не весь список Сенцова входит в этот список. Вот. Насколько мне это известно. Посмотрите, я просто вижу, у вас много людей, я так понимаю, исламской национальности. Да, это крымские татари. Люди, которые не... Как и Сенцов, хотя он украинец, которые не согласились с аннексией Крыма. И которые стали против него выступать. Вот. А те, этих людей, которые стали против него выступать, их стали арестовывать и сажать по обвинению в каких-то фантастических преступлениях, которых они не совершали. Вы не верите, что они принадлежат для террористической организации. Я знаю, что Сенцов, Олег Сенцов, кинорежиссер, получил 20 лет как человек, который руководил террористической группой. А я знаю, что это не так. Вот. Про всех русских, которые сидят на Украине, и про всех украинцев, про степень, как бы, их преступления, здесь надо, как бы, разбираться. Но дело в том, что никто не разбирается. Вот в чем, как бы, суть. Мы здесь пишем писак Сенцова, тех, кого он попросил освободить. Вот. Каких-то террористов, типа, как это называется, ИГИЛов, там, или что-то в этом духе. Я в этом списке, если бы там таковые были, то мы бы об этом знали. Вот. Я просто не знаю всех досконально людей. Знаю только некоторых в списке Сенцова. Вот. И эти люди невиновны. А вот ваша самоотверженность, это вот чем она проявляется? Вам это... Почему самоотверженность? Вот вы стоите здесь, мерзнете, да, допустим? А вы этих людей вообще не знаете. Вот почему вы... Для чего вы это сделали? А какой вы телеканал? Ну, блог. Блог? Да, да. В блоге. В... Ну, вот, вас же никто не заставляет. Вы сами же сюда пришли, правильно? Так понимаю? Конечно, я сюда слушал сам. Ну, а что вы... Вам жалко этих людей? Или вот как вот... Почему вам... Вы приходите сюда, там, вот, говорят, что меняетесь, там, стоите днями, ночами практически, да? Ну, я думаю, что, знаете, есть такая песня у Цоя. Мама... Мама... Как это? Мама, я... Мы все сошли с ума. Вот, вот, я... Как может так быть, что невинный человек осужден на 20 лет, а вся страна, как бы, об этом не знает, и он не единственный? Существуют же не только связанные с Украиной политзаключенные, что творится с Тетиевым, с человеком-правозащитником в тюрьме, которого Кадыров решил посадить, что происходит с Дмитриевым, что происходит сейчас, обвинили еще одного человека. Это происходит какое-то безумие. Если человек просто вдается в подробности, он сначала пугается, потому что террорист 20 лет взрывал, а когда он подходит ближе, он понимает, что это выдуманное дело, что просто человека оклеветали, причем какими-то позорными или страшными статьями. А дальше после того, как оклеветали, как в сталинское время, если человек назвали враг народа, значит, НКВД как бы ошибиться не может. Мы отчасти живем по сталинским... по законам сталинского времени. Люди не... Человек мимо меня проходит, например, и говорит, у меня плакат. Сенцов невиновен. Человек останавливается и говорит, а кто такой Сенцов? Я говорю, режиссер, украинский режиссер. А, тогда пусть сидит. И проходит мимо. То есть люди очень разобщены. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы первый шаг был в обмене заключенных. Тем более Сенцова или Балху, которые голодают. Спасибо на этом. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . . Спасибо. . 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 истратологом. У меня приятница ухажена. У меня есть... Просьба какая? Сделать все, чтобы привезти в Москву. Я еще учил. Ну, конечно, на Запад невозможно, но в Москву и здесь под наблюдением очень опытных медиков, которые имеют вообще в России очень мало опыта, чтобы водить из такой голодовки людей. Ну, это действительно очень серьезная ситуация. Я не биолог, не врач. Но, как я понимаю, выходить из голодовки, которая длилась полторы ста дней, это... Так вот в Москву. Так еще в баллот. Я прошу вас сделать все, чтобы его вывезли в Москву для выхода из голодовки. Хорошо, хорошо. Что от нас будет зависеть, мы сделаем. Я думаю, здесь еще нужно обратиться к Татьяне Николаевне Москальковой, полномоченному полномором чека. Она чек честный и ответственный, и наверняка это тоже по ее линии. Как вы будете следить за состоянием сенцового телеканала Украины? Как мы можем быть уверены, что с ним все в порядке? Уверенности быть не может никакой никогда, чтобы человек столько голодал. Мы пытаемся следить за ситуацией, насколько это в наших силах. Нам не всегда дают ответы относительно ситуации с сенцовым. Мы делаем все, что можно. У нас административных рычагов нет. Скажите еще, пожалуйста, в рамках этих петиций. По одному, пожалуйста. Как быстро вы дадите ответ на петицию? Я не буду давать никакого ответа на эту петицию. Никакого ответа от нас по петиции не требуется. Эту петицию мы воспринимаем как просто поддержку нашей позиции. Здесь нет вопроса, и это не требует ответа. А сенцов подозревается в организации теракта в Симферополе. Это вопрос к следственным органам. Я не поддерживаю никаких террористов и никаких терактов. Мы просто поддерживаем людей, которым плохо. Это мы совет по правам человека. Мы не следственные органы. А сколько долго будет рассмотрение подписей? Кем рассмотрение подписей? Мы не рассматриваем подписи. Вы, вероятно, не по адресу обращаетесь. Мы не следственные органы. Мы не рассматриваем подписи. Еще раз повторяю, мы это подписи. И поэтому мы согласились с благодарностью их взять. Мы эти подписи воспринимаем просто как поддержку своей позиции. Рассматривать мы ничего не будем. Спасибо. Спасибо. Несколько слов по поводу вот этого нового величия и сети. А, давайте. А, нет. Пусть постоит лучше, да? Дурнопахнущая. Очень дурнопахнущая. Новым величием. Делом нового величия я занимался и занимаюсь плотно. Сетью пока нет, но в курсе дела. Их кое-что сближает. Их сближает вот этот вот запах провокации, который от них исходит. Их сближает непонятная пока что роль Федеральной службы безопасности, каких-то сотрудников Федеральной службы безопасности. У меня такое ощущение, надо проверять, нужно проводить расследование. У меня такое впечатление, что оба дела спровоцированы. У меня такое впечатление, что в одном деле имела место просто прямая провокация. Это в деле нового величия. И издевательство над молодыми людьми, в частности, над молоденькими девочками. В другом деле имели место пытки. Причем страшные совершенно гестаповского образца. Все это требует расследования. И я думаю, что об обеих этих делах должно быть доложено президенту. Я постараюсь, чтобы это было сделано. Я думаю, что мои коллеги по Совету по правам человека со мной согласны. Спасибо. — Вы понимаете, что у реабилитации? — Нет, неизвестно. — Почему вы решили поддержать? — Я не поддерживаю, это нас поддерживают. — Почему вы решили передать подписи? — Мы никому их не передаем. Я их беру себе. Мы берем Совет по правам человека. Не для передачи кому бы то ни было. Мы их берем Совет по правам человека, потому что это соответствует нашей позиции. Это поддержка нашей позиции по обмену всех на всех. Спасибо. Сейчас скажу, что мы хочешь всего, скажу, что это... Плак, который... ...существует... ...существует найти нашу... ...это что-то человеческий именал. ...как-то, правда, много... ...существует... ...вот то кипом-существует... ...и уходи... ...инд conferюзов... ...это я уберу... ...существует... ...и уходи... ...существует... ...а-а-а... Продолжение следует... Продолжение следует...